В чем тренд это? Везде используются микроводоросли. Вот эта технология позволяет выращивать микроводоросли разных культур в одной и той же емкости. Так все это растет. Растет непрерывно, ежедневно, ежеминутно, ежечасно. Был такой фантаст, писатель русский Александр Беляев, у него такой был вечный хлеб. Это выгодная технология, это технология будущего. Разложили ее на молекулы и добавили куда? Что вы придумали, куда добавлять? Ну вот, например, все основано опять же на трансдермальности. Что получает человек в эффекте потом? То есть выпадение волос останавливается сразу. Здравствуйте, друзья. Сегодня мы говорим об инновациях, о том, что они не просто есть в нашей стране, а о том, что они еще и внедряются. И сегодня у нас в гостях, знакомьтесь, Виктор Бабушкин, директор по инновациям компании технологии. Здравствуйте, Виктор. Один из брендов вашей компании называется «Зеленое море». Все моря, они синие. У самого синего моря поются, да, а ваше море зеленое. Почему оно зеленое? Задание мне понравилось. Дело в том, что все это родилось на Черном море. Привыкли называть биотехнологией зеленым цветом, зеленая технология. Ну, это сочетание сошлось. А какое отношение инноваций к косметологии имеет? По крайней мере, ваша продукция. Это очень емкий вопрос. Очень емкий вопрос. Ну, смотрите, мы же разработали технологию выращивания микроводорослей, а затем разработали технологии, ну, или методы переработки этих микроводорослей. Выискивая, скажем так, направление коммерциализации наших технологий, способов, методов, мы выбирали, в каком направлении пойти. Ну, так как косметология очень емкий сектор, в нем… И постоянно будут востребованы женщинами, поскольку женщины, наверное, не переведутся никогда на нашей планете. Непрерывно. И у них никогда не переведется это желание выглядеть лучше, чем они есть. Да, я всегда говорю, что женщины первые согласятся на биохакинг, замену полностью кожи и всего-всего-всего, что там связано с внешним видом. Наденут на себя такой чехол искусственный, зато будут выглядеть всегда молодыми и красивыми. Я прочел в описании вашей продукции, вот этой косметологической, то есть это близко уже к биохакингу, там речь идет о трансдермальном питании. Это что такое? Использование трансдермального свойства кожи можно отнести, наверное, к тысячелетиям назад. Ну, прежде всего, что это такое? Если я правильно понимаю, то есть это просто питание кожи прямо от самой кожи, без желудочно-кишечного тракта. Способность кожи, способность организма человека питаться через кожу, то есть получать вещества через кожным способом. Доказанные вещи, которые не требуют никакого подтверждения, опять же. В качестве питания ваших этих препаратов что выступает? Выращенное сырье, выращенные у нас на производстве микроводоросли, стали нашим сырьем. Мы достали из них вещества, разложили потом их на молекулы и атомы, и таким образом они стали доступными для кожи. То есть мы их измельчили. Собственно, в этом, наверное, и была инновация, да? Да, в этом есть инновация, в этом есть не секрет даже, ну, хочется сказать, что секрет, да в этом секрет, в этом как раз-таки и секрет, но на самом деле это очень давно известная вещь – трансдермальность. Поэтому мы пошли в косметологию, потому что эти вещества, они давно известны. Там много веществ, десятки веществ в этой микроводоросли. Мы используем в частности сейчас спирулину, и она известна большим количеством ценных веществ, десятками веществ. Ну, там весь спектр минералов, много аминокислот, несколько антиоксидантов, каротиноидов несколько, и все эти вещества известны своей пользой для организма. В том числе они нужны и для обменных процессов, проходящих в клетках кожи. Секреты никакого вы не открыли, да, но тем не менее, одна из компаний таких европейских известных, очень больших компаний, она гонялась за вашими секретами и предлагала у вас их купить. Что это за история была? На самом деле, интересантов-то много, но они хотели не для косметики это покупать, а хотели обладать нашими наработками, на тот момент еще завершающимися, подходящими к своему финалу. Но мы понимали, что мы нашли интересные решения, позволяющие выращивать микроводоросли и создавать производства, которые могли бы быть стандартизованы по международным стандартам, например, GMP. И это позволяло бы использовать это производство, например, в фармацептике, или в производстве пищевых продуктов сложных, или в производстве косметической продукции. То есть спектр применения, ваша инновация, он достаточно широк. По сути, производство сырья, потому что выращивать можно в микроводоросли, можно спирулина, можно выращивать другие культуры, их очень много известно. А компания, про которую вы упомянули, это крупная компания, добывающая минералы, перерабатывающая их. И она заинтересовалась в технологии, скорее всего, потому, что на взгляд ее специалистов, да и многих других, и по нашему мнению, сельское хозяйство, оно в своем нынешнем виде немножко будет переживать такой кризис, трансформироваться. А микроводорослевая тема, она станет не частью сельского хозяйства, а, скажем, тем, что частично заменит сельское хозяйство спустя, может быть, даже десятилетия. И ущемит его очень сильно. Дело в том, что технология же позволяет сделать растворы солей из тех же самых минералов, которые добываются. И сделать питательный раствор для микроводорослей, которые растут почти моментально по сравнению с биосырьем, которое вырабатывается сельским хозяйством вот в том его привычном виде, который мы знаем. Ну, я имею в виду и растительность, и животных. Если говорить про сельскохозяйственный цикл, то он очень длинный. А если говорить про соотношение биомассы, вырабатываемые технологии нашей или какими-то аналогичными, то там тоже несопоставимые цифры, тоже в разы. Это выгодная технология, это технология будущего. Ну, то есть это что? Они придут на смену продуктам питания, привычным к ним, или достанут частью добавок в привычные продукты питания и сделают их более ценными. Повсеместно говорят об этом. Это у нас в России пока что все больше и больше, можно так выражаться. Весь остальной мир вырабатывает микроводоросли в невероятных количествах, огромных. Добывают из них очень ценные вещества, которые идут потом и в фармпрепараты, и в пищевые продукты, и в БАДы, которые поставляются потом на территорию России, в том числе, и продаются по всему миру. Везде используются микроводоросли. Ну, а почему вот сельскохозяйственная продукция, которая обычно выращивается, она из-за того, что применяют всякие удобрения, гербициды, она беднее становится, и уже не такая насыщенная всеми полезными веществами, какая была там 100-200 лет назад. И есть необходимость в обычную продукцию, выращенную, добавлять вот эти микроэлементы, витамины, аминокислоты. В чем тренды-то? Тренды? Ну, их на самом деле можно отметить несколько. Самый простой – это то, о чем вы сейчас сказали. Ну, вот, например, одна из последних новостей. Компания, известная всем, Валю, она заключает, или заключила уже контракт тоже с финской компанией, но очень маленькой, которая получает вещества из морских, из макроводорослей. У нас микроводоросли в сырье, а у них в сырье макроводоросли, добываемые из моря. Там речь идет о Балтийском море. И вот эти вещества, добываемые по технологии вот этой маленькой финской компании, они будут попадать вот в продукцию питания. Почему они это делают? И обогащать ее. Да, будут обогащать ее. Почему они делают? Потому что не секрет, что сельскохозяйственное сырье становится все беднее и беднее, земля становится все менее и менее урожайней. Это побуждает вот те же самые компании, добывающие минералы, делать все больше и больше удобрений, все больше и больше и отравлять. Земля пустая. А есть еще другой тренд. Города растут. И мегаполисов становится все больше и больше. Они растут, растут. Мегаполисы разрослись в катастрофический. И сельское хозяйство, вот те продукты, которые попадают на стол к людям, они вынуждены проникать через территорию этих мегаполисов. Торговля, она свои коррективы вносит в производство еды. То есть еда должна продаваться долго, хранится год и больше, а не там 3-4 дня. Ученые разрабатывают все больше и больше веществ, которые позволяют перевозить те же овощи, фрукты и мясо на более большие расстояния, на более длинные расстояния. И для того, чтобы эти продукты попадали, скажем, в таком более здоровом виде, все, что можно вырастить в городе, размещая это, например, в каких-то вертикальных строениях, как это делается уже во многих странах. Мы, например, видели красивейший небоскреб, и со стороны не подумаешь, скорее всего, это было бы похоже на какой-то офис в центре Москвы, такой стеклянный, красивый очень. На самом деле это совхоз, это теплица. Люди пытаются выращивать сейчас продукты в городах, пытаются найти те решения, которые подойдут для жителей мегаполисов, для того, чтобы пища была здоровее. Секрета нет. Чем хуже пища, тем более больные, нездоровые люди. Есть еще одна вещь. Скорость появления технологий, она увеличивается, она все быстрее и быстрее. Технологии, ну, это тоже не секрет, все об этом знают. Особенно с появлением компьютеров, когда и сами компьютеры становятся быстрее, каждый там какой-то период, мощность нарастает, а естественно, мощность обработки всяких знаний и идей, она ускоряется. Конечно, да. Но я про человека. А человек остается прежний. Человек остается прежний, да. И у него меняется образ жизни, меняется все вокруг него, но не меняется так быстро организм. При этом пища становится более пустой, он вынужден кушать все больше. И это тоже вот тот тренд, который выявили диетологи, тоже сказывается на здоровье человека. И вот продукты, которые насыщенные, они как раз-таки могут спасти, не спасти, но в некоторой мере помочь. Чем более насыщена пища, чем менее она объемна, тем легче человеку будет справиться с этим вот трендом, с этими изменениями. Перед тем, как подробно перейти, поговорить о всех вот этих вот баночках, больших и маленьких. Вот еще, чтобы закончить, о том, что это технология будущего. Просто так перечислить. Вот, ну, известно, Мерседес-компания какая-то, которая начала делать биотопливо. Те, кто занимается разработками, разработками занимаются многие, практически все крупные компании. То есть вот из тех, которые занимаются микроводорослями, вкладывали в разное время в это деньги, я могу назвать Дюпон. Например, всем известный, кстати, вот Арифлейм из области красоты, да, они тоже в свою продукцию добавляют вещества. Возьмите Сплат. Сплат. Всем известная зубная паста. Сплат – это спиролиноплатенсис, так расшифровывается это название. Они вообще начинали с выращивания микроводорослей, а потом сделали зубную пасту, сделали некоторые такие интересные разработки, и с этими разработками они пошли вот на круг коммерциализации и остались вот в этом секторе. Мерседес. Мерседес сделал машину, по-моему, купе было, на биотопливе, биодизеле, выделенном, полученном из микроводорослей. Вот практически любую, одну из самых крупных компаний взять, которые, например, касаются сельского хозяйства, или косметики, или пищевой тематики, вот все они вкладывают в направление именно это, в микроводоросли. Все вкладывают большие деньги. И давным-давно, там, десятки лет назад, все это началось и не останавливается. Я думаю, что не закончится долго еще. Но вы, когда несколько лет назад выбирали вот это направление инвестиционное, вы уже об этом знали? Нет. Там очень такая интересная, загадочная история. Я никогда не занимался биотехнологиями, но однажды, услышав слово спирулина, потом, услышав слово хлорелла, заинтересовался этим. И так как в России все, что было связано с микроводорослями, выглядело, ну, я не хочу говорить про науку, там серьезные люди занимаются серьезными вещами, а именно в сфере применения, вот в внедренческом направлении. Но там-то и проблема, что от науки до внедрений, иной раз и не доходит до внедрений. Да, да, да. То есть, так и остаются научные разработки. И компании, которые занимались микроводорослями, они были в сравнении с компаниями, занимающимися микроводорослями, российские компании, в сравнении с компаниями, занимающимися микроводорослями вот в остальном мире, выглядели смешно. Ну, и так как мы в этот момент с компаньонами искали некий проект, который бы позволил Долгие годы заниматься бизнесом, то мы решили заняться микроводорослями. То есть площадка была пустая, никто толком этим не занимался. Ну а для того, чтобы не зависеть от технологии производства микроводорослей, от технологий, которые к нам переходят из южных стран, где в основном выращиваются микроводоросли, или не зависеть, например, от немецких или французских компаний технологических, которые имеют свои собственные культиваторы и выращивают там микроводоросли, ну в основном спирулина, хлорелла. Так как эти технологии стоят очень дорого, мы даже обращались в одну немецкую компанию, нам, например, предложили за один модуль для культивирования, с нас попросили 80 тысяч евро, и мы подумали, что за 80 тысяч евро мы и сами кулибины, и разработаем что-то самостоятельно. Ну конечно, мы потратили... И разработали? Да, разработали, но потратили на это несколько лет. И принципиально он отличается? Вот ваша эта установка по выращиванию водорослей, насколько я знаю, она отличается принципиально от существовавших до этого? Просто таких нет. Мы изучали же патентное поле перед тем, как патентовать это устройство, которое стало ядром нашей технологии в итоге. Не нашли ничего аналогичного, и, собственно говоря, это и стало причиной. Точнее, это и позволило нам запатентовать его. Отличается, но я не могу сейчас погружаться в секреты, мы это держим в тайне, но она, вот эта технология позволяет выращивать микроводоросли разных культур в одной и той же емкости. То есть можно просто вылить одну жидкость, налить другую, я очень утрирую, упрощаю, налить другую культуру, другие соли, положить туда другой штамм, переключить регуляторы на другую культуру, и будет расти другая. Мы это пробовали, мы выращиваем. Регуляторы чего? То есть это поступление в воду каких-то там минералов или каких-то веществ? Нет, питательная среда готовится сразу и готовится надолго. У нас она не меняется, ну, по нашему желанию, от месяца до, по необходимости, от месяца до трех месяцев. Но для того, чтобы устройство правильно работало, есть контролирующая аппаратура, которая связана с датчиками, погруженными вот в этот фотобиореактор. И эта аппаратура, собственно говоря, побуждает делать то или иное вот этому устройству. Поэтому я и говорю сейчас про некую автоматику, которая у нас в периферийном оборудовании установлена. По сути, это некая большая емкость, не одно устройство, много этих устройств. Как в ядерном реакторе, такие цилиндрики огромные стоят. И периферийное оборудование, которое создает, собственно говоря, условия для работы этих устройств, для работы фотобиореактора. Подаются газы, подается воздух, создается теплообмен, создается освещение нужное. И регулируются другие параметры PH. Так все это и растет. Растет непрерывно, ежедневно, ежеминутно, ежечасно. Был такой фантаст, писатель русский Александр Беляев, у него такой был вечный хлеб. Он там придумал, у него была установка, и там она постоянно рос, увеличивалась, увеличивалась. Вот это то же самое, да. Ну а начинали, конечно, мы вот в 2012 году с ничего. Просто услышали хлорелы и спирулины. Ну вот хорошо, вы вырастили эту микроводоросль, разложили ее на молекулы и добавили куда? Что вы придумали, куда добавлять? Ну вот, например, мы перекристаллизовали вещества с морской солью. То есть мы взяли морскую соль, немножко ее подрастворили, рассчитали, сколько нужно растворить. И затем вещества, выведенные из клеток, встроили, получается, за счет перекристаллизации, вот в морскую соль. Повторили то же самое, что делалось еще нашими прадедами. Они же добавляли с 30-х каких-то годов, по-моему, эндокринолог Николаев в 30-м году рекомендовал добавлять... Йод, ядированную соль. По-моему, 30-40 грамм на тонну добавлялось этого йода. За счет этого, может быть, слишком громко будет сказано, но мир был спасен от эндемии. А мы сделали что? Мы повторили то же самое, но только насытили, наполнили кристаллы не только йодом, но и полутора десятками других минералов. Ну и помимо этого, еще теми ценными веществами, которые я уже упоминал. И поэтому спектр профилактического воздействия на организм этой соли, конечно, значительно шире, чем у обычной соли йодированной. Но она же как бы живая получается, ее же нельзя в горячее добавлять, в кипящую там, да? То есть это в готовое блюдо уже добавлять? Ну, она, конечно, часть веществ испортится, большая часть. Мы поэтому не рекомендуем добавлять горячую воду, здесь об этом написано. А только в готовые блюда в тарелочке. Да, у нас есть еще соль синяя, она, здесь ее нет. Соль синяя, это мы выделили фикационин, известный всему миру научному, в особенности медицинской части научного мира, элемент, который, вещество, которое имеет такие достаточно серьезные, весомые, онкопротекторные, иммуномодулирующие свойства. И в том числе лечит от некоторых видов раковых заболеваний. Ну, одна из последних работ, которые я видел, это работа иранских и индийских ученых, которые проводили исследования на… Я слаб в терминологии в этой медицинской, поэтому буду говорить по-простому. Речь шла о раке груди. Рак молочной железы. Да, рак молочной железы, да, и они отметили, что фикационин, чистый фикационин, который они использовали, он убивает, можно так сказать, да, клетки эти. Такую соль мы делаем, то есть мы берем, выделяем фикационин, добавляем ее вот вместо комплекса этих веществ, добавляем ее в кристалл, только одно, только одно это вещество. Но также стали делать вот специи. Дело в том, что у этой соли есть запах специфических водорослей, он такой густой, насыщенный, и не всем людям нравится он. Поэтому мы поработали с одним… Решили замаскировать его специями. Да, замаскировали специями, поработали с одним очень известным поваром и разработали в итоге вот такой набор из обогащенной соли. Из кристаллов морской соли, обогащенной этими веществами, с добавлением специй. Вообще, кстати, интересная история получилась у этой специи. Мы делали для участия в мероприятии, то есть в выставке «Золотая осень», совместном с ней хлебопекарной промышленности, мы делали соус, который можно было бы, ну, как добавку такую, да, мы его называем между собой соусом, добавку, которую можно было добавлять в хлеб, в хлебобулочные изделия, и этот хлеб был бы более полезен. Значит, и речь там шла о сохранении спирулины в живом ее виде, и, ну, не спирулины, а вот этих веществ, которые выводятся, да, чтобы они не погибали. И удалось найти способ, чтобы они не погибали при выпечке, то есть там же температура тоже не поднимается. Да, ну, этого-то мы не добились, да, но в итоге мы получили очень вкусный ароматный хлеб. И он был таким приятным, этот аромат, что там выстроилась большая очередь, этот хлеб очень быстро разобрали, практически по карманам рассовывали эти сухарики, оно все же раздавалось бесплатно, и пришлось запускать завод в НИИ еще раз, чтобы обеспечить на следующий день на выставку. Ну, от этого проекта мы отказались, потому что слишком сложная смесь, и она получается дорогостоящая. Но мы ее пересчитали, там все элементы были свежими, мы ее пересчитали на сухой вариант специи, и попытались повторить. Ну, собственно говоря, она у нас получилась, почти такой же аромат, почти такой же вкус. Вот, поэтому она вот так вот неплохо, имеет неплохой вкус и неплохой запах. То есть мы старательно повторили рецепт того самого повара французского. Но пищевых продуктов не так много, да, меньше, чем вот этих косметических? Из пищевых продуктов у нас всего 5 позиций, ну, пока что сейчас 5. Это вот зеленая соль, о которой я говорил, которая содержит весь комплекс веществ, соль с фикационином, и вот эта зеленая соль со специями. Соль со специями, соль с перцами, соль с травами. Но будет в ближайшее время еще продукт пищевой профикационин, если говорить, он очень нестабильное вещество, быстро разрушается. И, собственно говоря, это является, наверное, главной причиной, по которой он не получил широкое распространение в использовании в промышленности пищевой, например, или фармацевтической, потому что технология, наверное, была бы очень сложна, которая позволила бы сохранить фикационин. Да и продукты, содержащие его, наверное, скорее всего, не хранились бы долго. А нам удалось сейчас получить его экстракт и сохранить в пищевом виде очень простым способом, и более того, он хранится у нас уже больше, чем полтора месяца. Таких, я бы назвал, в суровых условиях полигона. А как бы это вы потом, в начале и в конце делаете какой-то лабораторный анализ? Сейчас мы пока рассматриваем только органолептику, смотрим, портится ли они, не портятся. Потому что, на самом деле, он очень быстро портится. За считанные часы могут испортиться, и это будет запах сероводорода неприятный. Сейчас мы можем говорить о том, что мы нашли способ получения сразу в сохраненном состоянии его. То, о чем вы сказали, мы будем изучать, исследовать уже потом в лабораториях, сдавая на анализ для того, чтобы получить декларацию соответствия. Потому что будем его продавать тоже как пищевой продукт. Несмотря на то, что он обладает такими серьезными свойствами, фикационин, это будет обычный пищевой продукт, который будет доступен в магазинах, наверное. Ясно. А вот косметические средства, в чем их уникальность? Все основано, опять же, на трансдермальности. То есть, большой набор веществ содержится в кристаллах, которые могут быть использованы. Мы, скажем так, подстроились под косметический сектор, под известные всем процедуры. И сделали, например, для косметических салонов соль для скрабирования. Ну, всем известно, что сахар используется для скрабирования, молотый кофе, какие-то растительные компоненты, измельченные травки. А соль довольно-таки распространен элемент в процедурах. И вот мы обогатили эти кристаллы этими же веществами и сказали косметологам, пожалуйста, используйте. То есть, единственное, что мы изменили, точнее, описали очень детально способы доставки. Если здесь просто съел, то тут надо сделать все правильно для того, чтобы кожа усвоила эти вещества. То есть, ну, как минимум помыть ее, наверное, да? Ну, да, то есть, без снятия жировой пленки, наверное, эффект будет занижен сильно. Это вот про соль. Значит, ну, здесь вот она у нас в одном виде, знаете, это как вода в разных агрегатных состояниях, здесь совсем в другом. То есть, вот здесь вот мы, например, ее рассчитывали для скрабирования кожи, то есть, пилинг кожи головы для того, чтобы, ну, очистить, во-первых, кожу. Довольно-таки приятное потом ощущение, когда ты входишь с чистой головой, а не с наростом мертвых клеток на коже, да? Ну, и плюс этот вот продукт, он позволяет открыть доступ следующим продуктам для питания. То есть, люди бы сказали, для питания волос, да? То есть, они идут в комплексе. Вот, на самом деле, мы это решение упаковали, это вот спа-комплекс. А, понятно. Да, вот такой вот спа-комплекс, и, значит, и там уже у нас стоят маски питающие, три штучки, шапочки лежат, инструкции, пипеточки. И вот этот вот пилинг, этого набора хватает, по нашим расчетам, где-то на три месяца. Что получает человек в эффекте потом? То есть, ну, выпадение волос останавливается сразу, с первой процедуры. А скорость роста волос увеличивается, ну, от двух, то есть, вот, двукратно, да? До нескольких раз. Это то, что было нами отмечено, но мы об этом не говорим. То есть, это как раз для парикмахерских салонов, да? Чтобы клиент возвращался как можно чаще, да? Ну, конечно. Не успел помыть, у него уже пора опять идти стричь. Да-да-да, да, так и есть. У нас одни салоны покупают периодически продукцию, а есть, которые вот просто на ней сидят, подсели. И два года у нас уже покупают эту продукцию. В каждом обслуживании проводят процедуры питающие, вот, с бальзамом, то есть, с маской питающей для волос. И вот с этим вот пилингом разделы, значит, люди довольны. Ну, и мы видим там ее публикации в социальных сетях, там очень много положительных отзывов. Работает. Работает. Сами пользуетесь этим? Я, знаете, я скорее как полигон, а не как потребитель. Через меня проходит вся эта продукция. Ну, то есть, как и любой, как и ученый, да? Да, я сначала, там, препарат, он сначала на себе же это использует, там, яд какой-нибудь себе ведет, там, да? Да, в свободное от работы время моя голова получает, да, и маски, и бальзамы, и все, что надо, когда вижу, что... Были неудачные экземпляры, когда волосы там не росли, а наоборот, вылезли? Слушайте, ну, конечно, были, да. Когда делали, приходилось экспериментировать, и, конечно, да, я тогда себе подпортил волосы дополнительными компонентами. Приходится же использовать то, что есть. То есть, подчас компоненты, которые предлагает рынок, они, скажем так, несопоставимы с жизнью. Даже та же биомасса, которая вот соединяется с ними, она погибает. О, как. Да, ну, прямо на глазах. Поэтому, да, бывало такое, что страдал. Ваша компания является резидентом Сколково. Что это дает? И как вы там оказались? В Сколково мы заходили с вот тем самым устройством, про которое я говорил прежде. Оно стало ядром технологии, и мы вот перед экспертами Сколковскими защищали необходимость появления такой технологии. И, ну, вот нас запустили, да, мы стали резидентами. Что нам это дает? Пожалуй, самая большая помощь – это те преференции, которые государство предоставило. Налоговые льготы, видимо, да? Да, налоговые льготы, да. По сравнению со всеми остальными, мы освобождены от налогов. Ну, и вообще государство, конечно, инновациям уделяет много внимания. То есть, вот, ну, например, мы можем участвовать в конкурсах и не стоять в очереди, не торговаться со всеми, а сказать, что вот есть закон федеральный, который позволяет нам получить, например, какие-то помещения. Опять же, вам как резидентам Сколково? Как инновационной компании, которая занимается разработками, да. Можно ли ваш опыт повторить? Я с какой точки зрения это спрашиваю? Ну, вот, как бы, все, кто говорит сейчас о нашей экономике, об экономике нашей страны, России, говорят, что она зависит от нефти, от нефти доллара. И, как бы, мы больше ничего и производить-то не можем. А вот ваш пример показывает, что вы взяли, вот, ни с того ни с сего, посмотрели так, вот, чем заняться в этой жизни. А вот заняться, может быть, выращиванием микроводорослей и их применением, вот, в разных сферах жизни и народного хозяйства. И вы это сделали, и результаты, вот. Ваш опыт может повторить кто-то другой? И что для этого нужно? Чем вам пришлось рискнуть? Чем пожертвовать? И на что рассчитывать? У нас уже на тот момент был опыт, и была слаженная команда. Мы научились общаться друг с другом. Это было продуктивно. У нас был небольшой бизнес, который мы, как я выражаюсь, отжали вот в этот проект. И сгубили его на корню. Но не жалеем. То есть мы шли намеренно на это. А опыт был в ведении проектной работы и в общественной сфере, и в политической сфере. Ну и бизнес же был у нас. Поэтому мы, собственно говоря, ничего не боялись. Наверное, далеко не все могут осмелиться и что-то бросить. Жизнь свою. Положить то, что известно, выстрелит или не выстрелит. Потратить долгие годы, продавать имущество для того, чтобы, веруя свято в проект, двигаться дальше. Ну, я уверен, что таких людей много. У нас же есть бизнес. Есть инновационные. Если зайти в Сколково, то там, по-моему, несколько сотен проектов, которые ничем не хуже. Ведь они тоже заслужили свое место там. Но как бы все равно в обывательском таком сознании, вот Сколково, оно ассоциируется с таким, что, как бы, мыльный пузырь. Или это не так? Нет, конечно, нет. Ну, возьмите, закон Осколково, федеральный закон. В нем, ну, он дает преференцию, он дает... Вы представляете, что такое освобожденно быть от налогов? Это же очень здорово. У нас полстраны освобождено от налогов. Просто их не платят и все. Ну, нет. Ну, не полстраны. Сейчас этого нет. Это было когда-то, сейчас этого нет. Уже система налажена. В Сколково, конечно же, не мыльный пузырь. Плюс, ко всему прочему, есть же еще другие технологические площадки, где тоже, наверное, десятки. Я не знаю точно. Я знаю, что в Сколково, по-моему, около 300 проектов. И условия в стране, сколько бы мы ни говорили, что они, ну, не самые лучшие, да, но они, тем не менее, позволяют заниматься инновациями, развивать их, было бы желание. Но, конечно, при этом нужно еще иметь опыт ведения инновационных проектов. Ну, или большой опыт ведения проектов, то есть такой достаточно серьезный за плечами иметь. А чем отличается вот опыт ведения инновационных проектов именно? Непредсказуемости результатов? Понимаете, смотря с какой фазы начинать. Если, допустим, вот как это было у нас, если вот на наш пример посмотреть, то мы же вообще начинали с нуля. Ведь это же, может быть, как вспышка в сознании, как некоторая поэзия, да, вот пришел, пришла рифма. Так и здесь уже пришла какая-то идея, и ты начинаешь ее отрабатывать. Ну, получилось, не получилось, другое дело, но ты уже работаешь. А иногда бывает так, что мыслительный процесс сковывает тебя на долгие месяцы, и денег на это особо и не нужно. То есть есть коллектив, который встречается, что-то обсуждает. Был бы чайник рядом, чтобы чай заваривать. Да, 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 и достаточно этого. Карандаши, бумага, ручки и хорошие мозги. Пожалуй, это вот, ну и, конечно, знания серьезные. Ну и в том числе, конечно, проект менеджера, потому что мысль-то, мы знаем, она по древу может далеко увести. А деньги нужны были только для того, чтобы просто команда жила. А потом, когда мы наработали уже, скажем, некие экземпляры на бумаге тех вот прототипов, которые, по нашему мнению, могли бы стать в дальнейшем производственным оборудованием, вот тогда, конечно, уже пошли расходы. Поэтому я считаю, что для начала нужна просто трезвость, ясность мысли, расчетливость и целеустремленность, или, как там говорят, целеполагание. Ну, то есть, как бы, это сочетание лирики и физики, да, как раньше говорили, да, лирика – это вот идея, к которой поверить и идти всем сердцем к ней, тянуться там, да, несмотря на что. А физика – это то, чтобы рассчитывать каждый вот этот шаг свой практически там, не улетать куда-то в небеса, да, сравнивать эти результаты с тем идеалом, к которому ты идешь, да. Как вы это делили? У вас были отдельные люди на этих операциях? То есть, были отдельные лирики, отдельно физики, которые не давали лирикам слишком далеко улететь? Мы сначала очень серьезно подготовились, изучив материалы и технологии. После этого мы собрали коллектив ученых, убедили их в том, что мы добьемся хорошего результата, и начали работать уже вместе с ними. То есть, мы ввели их в их рассуждениях, в их мыслях в нужное русло, там, где мы видели, что они уклоняются от пути нужного нам. Отрезвляли. Да. Отрезвляли. Потому что достаточно творческие люди, да, тоже легко уходят в сторону. Спустя, наверное, только год после того, как, да, в пятнадцатом году, где-то к осени пятнадцатого года у нас появилась идея вот этого устройства, которое стало ядром технологии. И к декабрю пятнадцатого года оно у нас обрело некий вид, да. И мы, в общем, поняли, что ухватились за правильную идею и дорабатывали уже там и в материалах, и в сборке, и, в общем, во всем, во всем, во всем. И в итоге сейчас оно у нас идеальное, конечно. Ну, и сейчас вот какое актуальное состояние вот вашей этой вот инновации? То есть, сейчас существует, как бы, промышленное оборудование, да? Сейчас, да, сейчас есть. Которое уже, как бы, закончено или оно еще совершенствуется и развивается? Нет, уже не совершенствуется, там все закончено, все работает. Мы уже весной прошлого года закончили сборку этого участка, так как в таком виде, в котором хотели его увидеть. И все, он нам дает урожай. Дальше у нас была другая проблема. Необходимо было научить людей работать с этим оборудованием. Несмотря на то, что оно простое, нам кажется простым, мы очень хорошо понимаем, как оно должно работать, все эти процессы очень глубоко понимаем и видим. Казалось, что все будет просто, но на самом деле нам пришлось около полугода обучать людей. Очень много показателей, которые нужно соблюдать для того, чтобы культура росла. То есть, вот один из них не будет соблюден и она не станет расти. Более того, она, ну, все микроводоросты себя по-разному ведут, но в частности, вот спирулина, конечно, она немножко капризная. То есть, вот если, допустим, ей какой-то один из элементов питания не давать или, например, не соблюдать условия роста долгое время, она выбывает из работы на некоторое время. Потом возвращается, да, но это вот. Ну, а для того, чтобы этот цикл не прерывался таким образом, то есть, надо, чтобы люди были внимательны и относились к этому. Ну, в общем, мы их учили. Ну, сознательно, то есть, понимая, что они делают, да? Мы их учили и хочу сказать, что, наверное, в феврале этого года мы только достигли того положения, когда успокоились, поняли, что все, урожай собирается, люди поняли все свои ошибки и, наконец-то, настал тот момент, когда можно сказать, что все хорошо. Ну, и потом будут еще другие продукты, да. Ну, и все это держится вот на технологии производства биомассы. Дальше что будет? Вот, когда вы наладите это все, вы пойдете в другие инновации или будете углублять вот это, интенсифицировать вот это все? Чем дольше мы живем в этом сегменте микроводоросли, тем больше появляется интересная задача. Ну, например, сейчас одной из компаний, которая занимается тоже, кстати, урбанизацией сельского хозяйства, но они взяли на себя задачи такой узкой направленности, но очень серьезная задача, это по подготовке почвы, почвоведы, подготовке почвы к выращиванию вот этой продукции вот в тех самых вертикальных фермах. И они сейчас используют те вещества, которые мы вытянули из микроводорослей, разложили, но уже, конечно, без этих солей, а другим способом разложены, для того, чтобы питать грунт. Ну, этот эксперимент сейчас вот в начальной фазе, но, тем не менее, они отмечают уже то, что часть растений выживают, и часть растений растет, и скорее всего, что будет урожай. Ну, это тоже длительный такой эксперимент, там надо будет подождать несколько месяцев. Потом, например, возможность сохранения биомассы или того же фикацианина, а значит и всей биомассы, вот теми веществами, которые мы, вот тем составом, который мы сейчас разработали, это открывает для нас возможности, ну, например, делать спецпитание, допустим, для людей, находящихся в каких-то там суровых условиях, ну, например, походных условиях. То есть, когда нет возможности снести большие килограммы еды, а берешь с собой одну таблетку, и тебе хватает ее на трое суток. Ну, не совсем прям так, но что-то, да, очень похоже. То есть, вместо обоза чемодан. Ну, если, например, взять вот сейчас пресловутое, всем известное освоение Арктики. Можно запросто поставить такое же оборудование, например, где-то в Арктической зоне, в каком-то одном из населенных пунктов, в том же Норильске, допустим, да, и запустить его там, производить биомассу и делать прямо там, в Норильске, продукцию, которая будет кормить, ну, например, арктические подразделения, охраняющие какие-то экспедиции, или участников экспедиции, там, я не знаю, там очень много компаний сейчас участвует, это уже, та же, например, Роснефть, ну, или каких-то исследователей. То есть, продукты питания, которые будут поддерживать организм в суровых условиях и не потребуют, точнее, нет, и освободят от необходимости доставки, там, ну, каких-то синтетических продуктов, да, или доставки больших объемов продукции, продуктов питания, которые, как мы знаем, ну, хуже становятся. Вот эта технология, она может там прижиться. То есть, поэтому у нас по пути появляются и появляются новые интересные вещи, и мы в них участвуем. Сейчас, например, побывали в банке водорослей Испании, и заказали у них несколько микроводорослей для того, чтобы попробовать их выращивать, опять же, в нашем оборудовании, ну, и для того, чтобы поработать над новыми пищевыми продуктами. Поскольку они у нас сейчас сохраняются, то есть, вот, открыто возможности для использования других культур, а это, значит, взаимодополнение другими веществами, такое встречное дополнение веществами, вот, конечного продукта. Ну, то есть, наша продукция может быть еще более полезной. Да, говорят, что можно бесконечно смотреть на воду, на огонь и на то, как люди работают. Да, а еще, наверное, вот я сегодня понял вдруг, что можно бесконечно служить увлеченного человека, который рассказывает о своем деле. Спасибо. Это, наверное, счастье, вот, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, и то, что вдруг приносит результаты. Ну, я бы скорректировал немного счастье, когда результат появляется, и вот, если этот результат приносит пользу, то тогда да, это счастье. Если результат приносит пользу людям, которые тебя окружают. Ну, пожелаем вам тогда новых и новых результатов, чтобы эти результаты, они оказывали пользу, ну, собственно, и нам, потребителям, ну, в первую очередь, женщинам, да, ну, и, в общем-то, всем людям, которым попадут вот эти продукты, которых будет становиться все больше и больше. Договорились. Договорились. Спасибо. Вам спасибо.